ПЕРСИДСКИЙ ПЕРСИДСКИЙ Вот однажды мы прочитали такую притчу персидскую, она случайно как глупая в какой-то притче, а потом мы подумали, а ведь в ней большая мудрость заложена. Одного крепкого, сильного, здорового юношу, который ехал с караваном к себе домой, ну с учебы, в столице, ограбили. Несколько разбойников? Несколько разбойников. И вот он возвращается, приползает в этих лохмотьях, избитый к дому, к порогу, и у него спрашивают, что ж ты не защищал-то себя? Ты же здоровый, крепкий, надо было как-то постоять за себя. Он говорит, а что я мог? Я ничего не мог сделать, потому что у меня руки-то были заняты. В одной руке у меня был кинжал, в другой пистолет. Вроде бы какая-то глупая притча. Мог бы применить это все для защиты. А вот как часто в нашей жизни это происходит? Мы вроде бы что-то держим, такое нужное в руках. А руки, получается, заняты. Вот смотрите, возьмете что-то в руку. Вот я держу в Священное Писание, все, я этой рукой уже больше не могу ничего делать. Все, она у меня занята. У меня только одна рука осталась. А если я в ту руку не рву, его возьму за руку, вот так вот, понимаете, все. Все, у меня руки заняты. Ну, казалось бы, это же хорошие вещи в руках. Но, тем не менее, руки уже заняты. Если не пользоваться тем, что есть в наших руках, это все получается... А если перенести вот эту притчу на такое понятие, как сердце? Смотрите, мы что-то положили в сердце, потом еще что-то, потом еще что-то, и все, сердце занято. Больше там ничего не умещается. Либо надо что-то выбросить, чтобы освободить место для чего-то другого, либо все, так вот идти с этим, что у нас уже есть. Такая интересная притча, да? Так вот, есть над чем подумать, по крайней мере. И вот опять немножко хотелось бы сказать о Виктории Франкли. Может быть, то, что нас очень поразила, эта книга, которую мы прочитали. Вот он как раз говорил, что, в общем, по большому счету, человек сам выбирал там, кем ему оставаться. Личностью, человеком или превращаться в такое вот загонное животное. Ведь примитивные натуры, они всегда живут категориями власти, денег, желания кому-то зла причинить. Да, категориями палача и жертвы. И вот он описывает, как однажды он со своим товарищем, уже после освобождения, они продолжали жить в лагере. Ну, до того момента, пока им не дадут документы, не найдут, ну, чтобы они могли нормально вернуться домой, так сказать, со всем пакетом. Вот, и вот мы возвращаемся, говорит, с моими товарищами обратно в лагерь, идем через поле, и вдруг перед нами оказывается засеянный участок с молодыми всходами. Я, пишет Литто Франкл, непроизвольно сворачиваю в сторону, чтобы не затоптать эти всходы. Но он хватает меня за руку и тащит прямо. Я пытаюсь объяснить ему, нельзя топтать молодые посевы. Он приходит в ярость. Его глаза сверкают. Он свирепо смотрит на меня и кричит. Ты что лепишь? У нас с тобой что, мало отняли? У меня жену, ребенку удушили газом. Об остальном я уже не говорю. А ты боишься растоптать пару колосков? У меня до сих пор, говорит, он перед глазами стоит товарищ из лагеря, который, засучив рукава, и сует мне в нос свою правую ладонь, яростно кричит. Пусть мне отрубят вот эту руку, если я не заставлю их кровью харкать. А ведь он, по сути, был неплохой парень. Да даже более того, надежный товарищ. И вот у Виктора Франкла все время, понимаете, говорит такую вещь, что очень важно внушить таким людям простую мысль, простую истину. Никто не вправе вершить беззаконие. И никто не вправе вершить бесправие. Даже если ты от бесправия пострадал. Если ты начинаешь вершить бесправие, ты ставишь себя на одну планку с теми, кто с тобой вершил бесправие. Хотя нам сейчас показывают эти фильмы ребят, которые вернулись с горячих точек, с Афгана, с Чечни. Брат-1, брат-2, все эти терминаторы и так далее. Знаете, вроде бы все показывается борьба добра со злом. Но вы понимаете, вот однажды мы разговаривали, со старшегласниками мы разговаривали. Мы говорили, вот смотрите, говорю, вы смотрите фильм про войну. Скажем, фильм про отечественную войну. Ну, то же самое, например, «Они сражались за родину». Ведь очень серьезный фильм. И даже, вот я знаю, что в союзе кинематографистов однажды даже встал вопрос, чтобы этот фильм как-то вот снять с показа, потому что инфаркты у людей случались, когда они смотрели этот фильм. Это реальный случай. Очень серьезный, очень сильный фильм про войну. Но тем не менее, понимаете, этот фильм не рождает желание убивать. Он не порождает в жизни, вот в сердце людей, ну, как сказать, агрессию и жестокость. И я задаю вот вопрос, Саша Глассенко говорит, скажите, пожалуйста, а в чем разница мира этого фильма? И, например, фильм «Скорость». Ну, там, казалось бы, главный герой, там, этого маньяка ловит, а он этот маньяк уничтожает жителей города. Ну, казалось бы, тоже же супергерой, да? А почему тот фильм порождает вот это вот какое-то кровожадное жестокость? Они говорят, а потому что, один парень сказал, он вообще тонкий психолог, он говорит, а очень просто, потому что все вот эти фильмы современные, они чем кончаются? Среди моря крови стоит главный герой и обнимает полуголую красотку. Ну, понятно, что, может быть, он сказал в своем подростковом таком восприятии жизни, да? Ну, понятно, что там такое... Ну, он сказал, не обнимает, он сказал, имеет. Ну, я уж так... Не за шесть дней сказал. Вот. Но, понимаете, ну, вот тут та последняя точка и та последняя ценность, которую показывают в фильме режиссеры, она о многом говорит. Понимаете, какая вещь? И вот об этом как раз и Клисиаст опять говорит. Как важно нам обращать сердце наше к нужным ценностям? И мы читаем с 17 стиха 8 главы и дальше 9 главу. «И тогда я увидел все дела Божьи и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился и следовал, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». И дальше идет 9 глава. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведное и мудрое деяние их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти, не знает во всем том, что перед ним. Всему и всем одно – одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы». Вот я хочу здесь вот задать вопрос. То есть вы согласны с тем, что смерть всех уравнивает? А это какими категориями? Под небом. То есть здесь вот. Под небом – да. Под небом – да. Но ведь на этом же жизнь кончается, правда? То есть вот здесь вот тоже, понимаете, очень часто люди как бы очень категорично и буквально понимают. И нам постоянно, когда вот будем это говорить, все время говорить «это под небом, это здесь, в этом мире, под солнцем». И вот он вывод. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердцах их, в жизни их, а после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». А почему псу живому лучше, чем мертвому льву? Вы смотрите, с одной стороны, пёс и лев, но в то же время пёс – это живой, а лев – мертвый. Почему? Почему живому лучше, чем мертвому? Под солнцем. Все это последнее. Потому что все под солнцем. Но тут оно еще имеет возможность. Правильно, тут написано, у него есть надежда. Под солнцем еще имеет возможность и надежду обрести что-то там, в Царстве Небесном. Потому что еще есть надежда. Да. А вот эти слова, которые мы прочитали, «безумие в сердце их», что это значит? В предыдущем, «сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердцах их». Что это такое безумие? Ну вот третий стих. Вот если брать вот это в полном контексте, что мы с вами берем, вообще в чем заключается главное безумие в сердцах живущих? Это же не то, что безумие, их надо в сумасшедший дом сажать. А что здесь имеется в виду? Ну вся жизнь под солнцем безумие. Что они живут категориями? Под солнцем. Категориями под солнцем, да. Категориями льва. Мертвого. А что толк-то будет мертвый лев? Ты лучше будь живым, хоть и псом, но у тебя еще есть надежда. Совершенно верно. «Живые знают, что умрут, но мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предназабвением. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Итак, к чему же призывает Экклисиас? «Живей». «Живей». «Радуйся». «Радуйся». И дальше пожелания, посмотрите, какие пожелания. «И да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не схудеет елей на голове твоей». Вот что значит «одежды светлы»? «Радуйся». Вот, да, в еврейском… В еврейском написано «белые одежды». «Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, которую тебе дал Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Вот интересно, то ли вот в той главе было про женщину, что это зло сплошное, а здесь, да, вот как бы две категории сразу идет. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знаний, ни мудрости». Однажды одна девушка по имени Валя позвонила и сказала, «Вы знаете, вот я уже четыре года встречаюсь с парнем, он употребляет наркотики, но вот он уже много раз пытался бросить, но у него не получается. Скажите, есть ли у меня надежда, что вот все-таки он оставит это, и у нас будет нормальная жизнь? Вот чтобы вы ей ответили». «Сказал бы, надежда всегда есть». «Так». «Ну, это длительный разговор, я бы хотел подольше еще пообщаться». «Ну, вот время, вот сейчас». «Время? Ну, трудно, как бы, конечно, я бы сказал бы, не знаю, но ради этого не работал». «Ну, мы ей сказали просто…» «Валя, давайте, положая руку на сердце, скажите, верите вы ему или не верите она?» «Ну, я не хочу отвечать на этот вопрос». «Вы сказали, что много раз пытался бросить, и каждый раз он выбирал не вас, не обращаясь, а наркотики». «Надежда всегда есть, но до сегодняшнего момента примите тот факт, что все эти четыре года, все эти много раз он выбирал наркотики, а не вашу любовь, не вашу преданность, не ваши ожидания, не вашу надежду». «Если бы он на самом деле хотел освободиться от этого?» «Четыре года – это серьезное уже время, когда, в общем-то…» «Он бы мог обратиться куда-то за помощью, к вам, в реабилитационный центр, к медикам, но раз он этого не сделал до сих пор…» «То что дальше?» «Ну, мы дальше сказали…» «Его выбор». «Ну, мы сказали…» «Она говорит, ну что же, получается, я выбросила эти четыре года?» «Мы говорили…» «Понимаете…» «И мы сказали тогда, вы знаете, в категории «под солнцем» это выброшенные года, но если вы мыслим категориями вечности, извлеките уроки, и тогда эти годы будут годом опыта, для того, чтобы в будущем у вас были другие отношения, может быть, даже с этим молодым человеком, но надо извлечь уроки, нельзя жить вот постоянно в прошлом, то есть вот эта девушка Валя, она постоянно живет в прошлом, в прошлом, в прошлом, хотя вот…» «То есть нам надо всегда делать выводы, зная, что мы живем вот в этом миге, в настоящем, миг, настоящий миг, а этот миг имеет смысл?» «Всегда имеет смысл». «Всегда имеет смысл жизни, смысл какой-то, для чего? Как это все обернется в будущем?» «Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить». Весь ресурс на сайте tvseminari.com И вот нам очень, знаете, нравится, что сказал Гёте по поводу людей, как нам воспринимать вообще людей, которые встречаются нам на пути? Если вы берете людей такими, какие они есть, со всеми присущими им недостатками, то вы никогда не сделаете их лучше. Если же вы обращаетесь с людьми как с идеальными людьми, то вы поднимете их на ту высоту, на которой вы хотели бы их сами видеть». Вот подумайте. Вот ведь как нас с вами воспринимает Господь? Он видит в каждом из нас потенциал, правда? Он видит недостатки, но он обращается с нами как с идеальными людьми. Да. И, знаете, интересно, вот такое упражнение нам хотелось бы просто, оно очень быстрое упражнение, очень хорошо всегда проходит на группах. Вот есть такое выражение в психологии, что все наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Что вообще нельзя делить так вот на черно-белое, а жизнь – это как цвета радуги, вот перетекает от черного к белому, от белого к черному, вот так вот, понимаете? Ничего себе радуга. Это зебра. Нет, но между черным-белым там идут и сиреневый, и синий, и зеленый, и красный, там же все эти цвета, да? И вот как бы вот нам где-то остановиться, чтобы в черное-то не попасть, да? Вот. И вот есть такое, как сказать, упражнение, называется рефрейминг. То есть рефрейминг – это идет как изменение точки зрения придания иного значения. Фрейм – это рамка по-английски. Рефрейминг – это как бы одно… Выйти за рамку. Выйти за рамку. Вот рефрейминг это называется. Такое слово интересное. Ну вот смотрите, например, если мы говорим «медлительный человек», ну, казалось бы, это такой… Недостаток. Ну, недостаток. А если взять медлительность, как продолжение умения неспешно-основательно мыслить, обдумывать, взвешивать потенциал. Это хорошо или плохо? Нужно, нужно. Но просто где-то человек слишком, может, прям в этом вот своем достоинстве засел. Ну, как вот Емеля лежит на печке, да? Ну, ведь он собирал свой внутренний потенциал, чтобы потом в нужное время, бац, и щуку поймать. Понимаете? Вот. Или, например, какую можно взять? Ну, например, трусость. Ну, недостаток храбрости. Вроде недостаток, да? Вроде недостаток. А если это взять как продолжение осторожности, взвешивания рисков? Ну, просто человек настолько заосторожничал, что… И вот помочь человеку, понимаете, вот как бы вот переформатировать свое вот это вот… как бы недостаток, посмотреть продолжение какого достоинства это идет, чтобы вернуться. Вот помните, мы с вами говорили, вот нельзя держаться на экстримах. Нужно балансом найти. Вот. Подумайте. Знаете, очень интересное упражнение. Прям вот возьмите любой человеческий недостаток и подумайте, откуда вообще он мог… Знаете, знаете, всегда замечательно это упражнение проходит в группах. Очень практичное упражнение. Какое же важное дело необходимо сделать как можно быстрее? Вот что-то нужно вам сделать как можно быстрее, а вы его откладываете, медлите. Как-то вот у вас все это… А теперь вспомните, когда вашу неудачу, то есть вы считали, что это была явная неудача, а Господь ее обратил во благо. Ну, помните, как Иосиф, не пободи он в плен, неизвестно, что было бы с его родными, да? Итак, вспомните какую-нибудь неудачу. И если будет желание поделиться, завтра мы будем очень рады. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok